И все исполняй сокровище благих, и жизнь и погасею, и бить все листяны, и очистить всякие скрыли, и спасти блажной души нашу. Отец наш Небесный, молимся Тебе именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше занятие по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, нам спасение через слова Твои, о котором, Господи, Ты и говоришь в Евангелии от Иоанна, что Слово Твое будет судить нас в последний день. Даруй, Господи, чтобы нам с радостью встретить этот последний день, чтобы души наши возликовали, предчувствуя встречу с Тобой, Господом нашим и Творцом. Который уготовил столько благ неизлеченных для тех, кто верует в Слово Его. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Господь нам даровал Слово Своё и по-другому не мог никак поступить, потому что Он невидим был. И столько евреев претерпели всего, и ни разу Он никому из них не показался. Даже Моисею показался, и только так со спины Он его видал, когда был на горе, куда Господь его туда позвал, вместе с Иисусом Новином. Вот сейчас мы проходим дальше Иисуса Новина. Остановились мы на городе Иериходе. В землю обитованную Господь приводит свой народ. Долго он ходит, народ начинает роптать. Все потому, что не видят. Ведь человеку нужно как-то задействовать свои органы чувств. Вот один из органов чувств – это зрение. И почему-то людям кажется, что это самый главный орган. Хотя на самом деле он самый главный, да. Но есть еще главнее. Это… Что? Душа – это не орган. Это уши. Говорит, вера от слышания. Послание к римлянам. А слышание от Слова Божьего. Понимаете? Если нету слуха, то дальше очень сложно. Вот видите, у нас немые стоят. Сейчас одна Тамара осталась. Почему она осталась одна? Когда-то было очень много. Им постоянно нужна поддержка, подпитка со стороны тех, кто слышит. То есть со стороны нас. А что нужно? Очень хорошо нужно владеть вот этими навыками жестикуляции. Чтобы понимать все, что было. У нас тут были и… Вот Дроботов отец был. Он очень был хороший проповедник Андрей. Постоянно мы ходили, когда еще в лес. Это было в середине 90-х, там в начале 90-х. И он постоянно приводил кого-то. И там им жестикулировал. Там Игнат Тихоновичу задавали вопросы. Он отвечал. Андрей там им переводил. А потом они начинали беседу уже с ним самим. Ну так как… Дальше мы там продолжали играть, там играли. Ты была, нет? Когда бегали там вокруг это. Как называется-то, забыл уже игра такая интересная. Третья лишняя. Третья лишняя, ага. А потеряете играли? Нет. Я в последнее время чуть не видел, чтобы играли. А такая была задорная. Она еще снег, как упадешь, там барахтывается все. Ну так было очень весело. Жаль, конечно, что этого сейчас нет у нас. Ну у нас зато вот тут территория есть какая. Время много тратится. Все-таки город. Но деревня показывает, что тоже сплочение не от веселых игр, а от слова Божьего. Все-таки нас сплачивало больше слова Божьего. Всем хотелось знать одно или другое. Но нужно уметь себя останавливать. Вот ты хочешь знать, а Господь говорит, не останавливал ли я души моей, как дитя те отнят на эту груди. Ну то есть, вот ребенок все время что-то хочет есть, а ты дозируешь его. Мать дозирует. Дает ему покормить немножко, а потом опять отнимет. А у него всегда рот открыт, как у кукушонка. Видели? Про птиц. Он все время вот так вот пасть как откроет, и пасть открывает, как шпагаты делают эти гимнасты. И ждет. Чем думает шире, тем его заметят. И правда. У них же там вот такой вот желобок. У кого красный, розовый, у кого такой желтый. Чтобы видели, родители сверху пикируют червячком. Раз, сразу и заложили ему. Он сидит такой, нахлобучился, все, успокоился. Накормили его. Невозможно накормить душу. Ее можно накормить только тогда, когда душа начинает понимать, различать, эта пища добрая или недобрая. Понимаете? Что все, наелся. А как это различать? Это все-таки духовное. Нужно самим выникать очень много. Вот сейчас, вот я считаю, что те, кто к оглашению готовятся, или дети, которые уже узнали много о Веле, они вот имеют такое вот, такие же познания, или такое же действие, как было у евреев, когда они шли. Все так хорошо для них началось. Фараон их преследовал. Они страшно испугались, ужасались просто. До смерти бы готовы были, если бы не Моисей поддержал их. И вдруг такое чудо, отверзаются воды. Помните? Дальше что было? Кто расскажет? Что дальше было? Ну, вода отверзается. Дальше? Ну, даже что, наверное, не может. Да без ну, наверное, давайте уж. Что, ну-то? Нет, я прям, вы можете прям рассказать. Я с удовольствием послушаю. Вы же слушаете. А? Что? Ты погромче говори. Ну? Что случилось дальше-то? Вода разверзлась в море. Вот так по две стороны, говорит, встала стеной. По одну сторону и по другую. Дно обнажилось. И они пошли. А могли они пойти или нет по этому дну? Может быть, обманывает Библия нас? Ну-ка. Могли? А дно из чего там выселано? Дно в море из чего оно? Песок. Песок, камни. Больше песка. А песок он какой? Рыхлый или плотный? Рыхлый. Потому что он мокрый же. Мокрый. Ну, рыхлый, да. Да. Но для кого рыхлый оказался? Для колесниц. А? Евреи спокойно перешли. Ножками. Топ-топ-топ. Голыми ножками. Как потеряете, выходите голыми ножками. Вот так они голыми ножками топ-топ спокойно перешли. А фарон думает, сейчас на танках. Как туда спущусь и как стрельну там все. Гусеницы. Хоба! И написано. И завязли колесницей его. И дальше новое чудо. Казалось бы, ну что там может дальше-то быть уже. Новое чудо. Войско целое зашло туда. Как это оно туда зашло? Ведь такие хитрые руководители, которые там занимаются, вот такими шахматы придумали, чтобы полки передвигать, конницу туда, фланги, охват. Александр Македонский, как помните, раздромил персов? Да. Вперед двинул свой фалангу. Персы на нее наскочили. А он двух сторон с фланга зашел. Окружил их, хоть и малыми силами. Вот как все. Они хитрые очень. И вдруг, ну понятно, тут стена воды, тут стена воды. Сейчас-то увидишь такое. Ты стену воды видел когда-нибудь? Кто видел? Видели, как потонули в Таиланде 250 тысяч людей? Не видели? Не видели. Прям показывают редкие кадры, потому что человек снимал с пятиэтажной гостиницы. Снимает, и вдруг корабли вот так вот прям становятся, лодки вот так вот прям в море. И вдруг вот так встали. И непонятно даже, что такое. Прям хорошие, такие отличные кадры. И вдруг люди это осознали. Лежат на пляже, греются там. Женщины раздетые, все мужики голые ходят. И такие глаза прям бегут. Ужас видно, что даже кто-то не понимает. Туда-сюда мечутся. И вот эта волна прям идет, идет. Прям берег наклестывает машины эти все. И прям идет, идет. И прям под балкон вот этому. Кто снимает. Где-то третий этаж приблизительно. Вот так. Ужасная картина. Ужасная. Фараон не испугался. Он говорит, вперед. Он думал, что это для него тоже будет чудо. А чудо оказалось-то не для него. Евреи благополучно переходят. Они их не догнали на колесницах. Увязли. И вода смыкается. Господь дал Моисею это тоже задание. Ударишь посохом, и вода сомкнется. Ударил посохом, и вода сомкнулась. И все, и нет никого. Все. Закончились все беды. Вот как вот внезапно ужас настигает, так и беда. Вот почему это? Говорят, мы любим адреналин. Молодежь, особенно когда молодые, любим адреналин. Какой? Встали на мосту, на таком толстом веревке резиновой. Хобана вниз бросились. У него сначала прилив, а потом веревка самортизировала. Рядом там мелькнула земля. Он думает, ну все, организм думает, мозг уже, ну все, у меня труба. И вдруг раз, его поднимают, и тут облегчение. И вот они, этот, это называется чистый кайф у них. Ну и другие кайфы, они там все это. Ребята, это просто, это, к этим людям подошел Господь, с одной стороны, а с другой стороны подошел Сатана. И Сатана говорит, бросься вниз, и ангелы тебя подхватят на крыльях, и не приткнешься камень ногою своей. И вот, этим молодым людям нужно было это читать перед этим. А Господь как отвечает? Не искушай Господа Бога твоего, написано. Нужно знать, когда применить Слово Божье. Ничего этого египтяне не знали. И евреи, хоть и знали, но сразу, только вышли, и начались первые трудности. Какая первая трудность? Голод. Они вышли там, что поели у них было немного, и вдруг заголодали. И начали вспоминать. Что они вспоминали, помните? Еду. Еду, какую? Перечисляют ее даже. Перечисляют еду. Вот сейчас вы в пост перечисляете что-нибудь себе? Вот просыпаетесь, мама, хочу молока, творога какого-нибудь. Нет, еще терпим. Да, еще нормально. Вот, братья и сестры, надо терпеть. Надо, если вам что-то тяжело, вы просто включите, включите вот это воображение ваше и вспомните этих евреев, которые там оголодали. Им хуже было. У нас-то всего лишь смена пищи. Вчера вот проповедь была о девах, которые изнеженные такие говорят. Помните, кто был? Нежные девы, которые в своей кровати только и знали, что в кровати лежали, набежались, докрасились. И вдруг Господь посещает пламенем своей веры Христовой. И они становятся и идут в пустыню, спят на дерюге, одевают волосиницу, ничего не едят. И это, говорит, те девы, которые были такие изнеженные. Это Златоуст нас укоряет, говорит, а мы-то хуже этих дев еще. Пускай мы даже не такие изнеженные, но мы же ничего не делаем для Христа. Почему? Огонь нас не посещает, потому что Христов. И вот иногда Господь нам дарует это проверить себя. Вот сейчас пост проверяем. Вкусная пища, пост? Ну, если вам это еще не понятно, я вам скажу, она просто замечательная любая пища, постная. Почему? Господь благословляет, благословляет нас на этот труд. Стройней. Даже если вот туда важно, конечно, все там говорить, да. Но дело-то не в этом, мы стройнеем душой. Душой. Почему? Потому что как только вспомните, что вы проститесь, вам тяжело. А вы вспомните, я же это делаю ради Христа, ради моего Господа. Господь сказал, в них леба в едином жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. И вот мы сейчас со словом этим. Гарь, ты открыл, да? Иисус, Иисус, Иисус. Почитай вначале о Иерихоне. И вот они подошли к городу Иерихон. Ну, перешли Иордан, это мы с вами прошли, да? Посуху опять же, Иордан. Ну, Иордан это уже как бы, уже не так сильно удивительно. Удивительно по-другому, что теперь немножко по-другому. Вода остановилась. Но эта вода, которая была здесь, она утекла. То есть тут вода стоит, а тут воды нету, она утекла, она не остановилась вода. То есть как бы чудо наполовину. Просто как дамбу какую-то Господь поставил, и она утекает. Сейчас, вот что, Иерихон? Давай. Сейчас мы читаем о Иерихоне. Тогда сказал Господь Иисусу. Вот, я предаю в руки твоей Иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай в шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, устремившись, каждый со своей стороны. И призвал Иисус, сын Навина, священников израилевых, и сказал им, несите ковчег завета, а семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом Господним. И сказал народу, пойдите и обойдите вокруг города, вооруженные же пусть идут перед ковчегом Господним. Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб юбилейных перед Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господнего шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, пока я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните. Таким образом, ковчег завета Господнего пошел вокруг города и обошел один раз, и пришли в стан, и ночевали в стане. Давай сразу концовку, седьмой раз, когда воскликнули, чтобы уже не успеем. Когда седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу, воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав блуднется, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан, сынов Израилевых, не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро, и золото, и сосуды медные, и железные добудут святыней Господу, и войдут в сокровищницу Господню. Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась вся стена города до своего основания, и весь народ пошел в город, каждый со своей стороны, и взяли город, и предали заклятию все, что в городе, и мужчин, и женщин, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал, «Пойдите в дом той блудницы, и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей». И пошли юноши, высматривавшие город, в дом женщины, и вывели Раав, и отца ее, и мать ее, и братьев ее, и всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана израильского. А город и все, что в нем, сожгли огнем. Только серебро и золото, и сосуды медные и железные отдали сокровищницу дома Господнего. Раав же блудницу, и дом отца ее, и всех, которые у нее, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Так, ну, вспомнили эту блудницу, которая укрыла? Вот это говорит о чем? Это нам говорит о том, что даже такие позорные профессии, такие мерзкие, такие адские, будем говорить, демонические, и то они не влияют на душу человека до конца погибели. Нужна добродетель. Без добродетели погибнет душа с добродетелью. Даже такие мерзкие деяния Господь прощает. Говорит, разрывай вот это вот все рукописание, все, что ты натворил мерзостного, греховного, и бросай, говорит, себе за спину, за хребет, написано по цикламу фанта. Вот, выбрасывай, все, нету ничего. Это называется перейти из оглашения, то есть родиться свыше и крестившись, принять дар Святого Духа, то есть вечное, вечное спасение. Вот мы как раз перед этим постоянно с вами стоим. Если мы и крестились, но не делаем дела добродетели, то спасения нам не видать. Мы должны как вот рад, все время смотреть, где добро, где зло. Вы смотрите, как она увидела, что соглядота эти добрые, она же им помогла, потому что она сделала великое дело, подвиг совершила. Вон как за нее все радуют. И сам Иисус Навин, руководитель народа. Смотри, идите, сделайте как все, найдите там всех ее родственников, всех одарите за то, что она так прекрасно поступила. И мы должны так же эту добродетель делать. Вот допустим в пост, кто-то там говорит вам, да ладно там немножко, никто тебя не видит, давай там перекусим что-нибудь там, какого-то мясного там или молочного. Вы сразу вспоминаете. Нет. Мы будем поступать, как вот наша душа и так уже много знает. А тут и вы и эту свою спасете душу, и душу того, кто предлагает. А обязательно найдется тот, кто предложит на стороне сатаны. Их очень много таких людей. Вот показывает Господь нам, как рушатся стены, эти языческие нечестивые стены. Как они рушатся. Видите, есть и священники идут, вооруженные люди. Что такое вооруженные люди? Это мужественная душа христианина. Мужественные, они мужественные, они готовы вступить в бой. Вы не смотрите, что вы женщины женского пола. Вы должны быть мужественной душой. Вы должны быть внутри героями. Такими героями, как вот были в революции у нас женщины, которые там вставали на защиту храмов, когда большевики приходили. С женщинами расправлялись они тоже. Почитайте архипелаг ГУЛАГ, послушайте. Вот есть записи голоса Игната Тихнича. Очень поучительно будет для вас. Что вы творяли они с этими женщинами? Очень много сейчас на небесах не только мужчин, которые, конечно, крепкие телом, будем говорить, но и нежных женщин, которые тоже они отступили от веры во Христа. Это наши российские, русские люди. Вот у нас какое достояние есть от Господа. Так что нам есть, что узнать из Слова Божьего. Это применить к себе и на нашу страну здесь применить. И то, что у нас есть. А то, что всегда будут те, которые будут говорить против идти Слова Божьего. Это готовьтесь. Без этого никак. Ну все, мы подходим к концу. Так, в следующий раз мы будем в книгу Судей начнем. Еще немножко закончим. А мы Иисусе на вид. Спасти Христос вас. Пойдем в браке, поможем в молитве. Спасти Христос вас. Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присны во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присны во веки веков. Аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от рукава Гоу. Ибо Твоя есть Царство и Сила и Слава веки. Аминь. Не к тому пламенное оружие хранит враты дымских, но Тебу найдет преславный Саус. Древо крестное, смертное жало и ядово победа прогнася. Предстал бы, если спаси моего пьясущим ваде, унидите, как и в рай. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время и на всякий час, на небесе и на земле, поклоняемый Славим и Христе Божие, много терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, иже правильной любей, грешной и милуей, иже вся завыка, спасение, обещание ради будущих благ, сам Господи приими и наше в части молитвы. Исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши, святители, соучисти помышление, исправи мысли очисти. И избави нас от всяких скорбь и зол и болезней, огради нас святыми твими ангелы. Дополчениями соблюдаем и наставляем и достигни соединения веры. И в разуме преступное Твоя слава, яко благословенности и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и приисны и во веки веков. Аминь. Честнейшую и кировим и славнейшую без сравнения серафим. Безысление Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий, Господи, силуйся, тварь и садителю. И же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав и на спасение рода нашего. И числими Бог Христов в Ракописании.